Ребятки, привет! Всем доброе утро! Мы стоим в пробке, в общем, я со своей всей детворой. В общем, короче говоря, хочу вам рассказать такую вещь. Мы же собираемся на чемпионат России, и кто не знает, сейчас то ли это новые правила, то ли это так было всегда, но так как мы вообще первый раз, мы вот несколько дней назад узнали такую информацию на сайте, выставили, что какие нужны документы для получения номера участника. Вот, там все это запечатано, в конвертике дается этот номерок. Помимо того, что ты заранее регистрируешься на сайте, покупаешь эти билеты танцев, именно где они будут участвовать, участники, тебе нужно этот конверт получить. Для получения тебе нужно несколько справок. Это значит, саму распечатку PDF-файла, то, что тебе приходит информация о подтверждении твоей регистрации. Вот, там все твои данные, что ты, ну, кто платил, плательщик. В общем, все-все там, вся информация. Какие спортсмены, то есть фамильные номера их, как в паспорте стоят номера. Ну, вы поняли, да, кто в танцах знает этот паспорт танцевальный. Вот этот вот файл, вот эту вот распечатку. Дальше. Сейчас, ребятки, выверну. Дальше нужно обязательно теперь, то ли это новые требования, то ли это у них было всегда так. Нужно. Движение жуть. Движение жуть. Нужно. Вот это ты едешь. Вот куда он едет? Если меня нужно с кольца пропустить. Вот так. Так. В общем, нужно подтверждение о том, что спортивный врач допускает на соревнования по танцевальному спорту. Как-то так у них указано. В общем, что получить этот допуск? Нужно пройти диспансер. Именно спортивный. Где сидят только спортивные врачи. Ну, у них своя лицензия. То есть, ка бы кому, педиатру там пройти ЭКГ, это не прокатит. И узнали мы это за неделю до того, как нам ехать. Вы представляете, а у меня Макс-то болеет, до сих пор кашляет. Если мы где-то, чего-то им там не понравится, хоть какой-то малейший будет там косячок с нашей стороны, скажем так, то его могут вообще дисквалифицировать на полгода или на год. Ну, в общем, все проходят. Олимпийские спортсмены. Там, если это сборная какая-то. В общем, такие масштабные, большие соревнования. Обязательно нужен допуск. То ли это было всегда так, но я думаю, что это было всегда так. Но, по крайней мере, вот в танцах тренер об этом не знал. Наверное, это все-таки первый раз. До этого таких вот заморочек не было. Вот. А чтобы мы прошли этот диспансер бесплатно, потому что мы, как от Федерации спорта идем, нужна справка от президента. То есть мы сейчас едем в этот диспансер. Встречаемся там с тренером. Тренер нам привозит эту бумажечку от президента. И мы проходим. Ну, боже мой, дай бог, чтобы мы это все прошли. Анализы, там, ЭКГ, на УЗИ сердца. Не знаю. Если вдруг мы не пройдем. Если будет где-то что-то у нас, какой-то косяк. Мы попытаемся пройти это платно. Это кучу денег нужно. Нужно, ого-го, сколько денег. И какой-то есть спортивный врач, знакомый, что ли, не знаю, который может дать эту справку. Но будем надеяться, что у нас с анализами и со всеми этими ЭКГшками все будет хорошо. Вот, а еду со своей ребятнёй, потому что у меня же, едем в центр города, а там у меня Серёжка учится. Поэтому мы его решили подвезти. В общем, вот такие у нас дела. Будем надеяться, что мы пройдём эту комиссию. Да, Максим? Уж очень нам хочется попасть на чемпионат. Я не знаю. А, ну и ещё нужно туда брать с собой помимо... А, должна быть обязательно страховка. Страховку я ранее купила уже через их сайт. То есть должна быть отметка прямо на сайте, что у нас есть эта страховка спортивная. Вот. Плюс нужно с собой полис медицинский предъявить. Ну и, соответственно, паспорт. И паспорт плательщика, кто оплачивал всё это, мой, соответственно. Потому что я на пару, на всех брала. Вот. Так что вот так вот, ребятки. Вот такие вот дела. Едем по пробкам, уже опаздываем, уже время без двадцати. А мне ещё надо припарковаться там где-то в центре. Добежать Дуда с Максом. Мы уже едем целый, почти целый час.